друзья вы думаете нам спокойно живется что ли да ни за что ни за что нам спокойно не живется видите что делается ну лампочки коля сказал он купит он подберет лампочки потолок надо вот но но этот не отмывается здесь такие панели чем-то он их запачкала не не отмываются но не об этом сейчас на все короче переделывать кроме этих вот панелей которые есть которые сейчас сделаны коля сказал меня не дергая сейчас говорит пока идет эту осенью строительство основное ничего делать не буду но вот что нам пришлось сделать разобрать бузькин лоток там все разобрано пожалуйста вот вам показываю сейчас расскажу вот это коля вчера замазывал вот такая вот здесь идет труба сверху благо что у нас только два этажа все это надо мыть вот эти панели надо будет отмывать саноксом по-хорошему потому что запасных у меня нет в общем я говорю весело нам бывает очень часто вот такие вот дела машинку пока отключила друзья чтобы он очки сняла машинку отключила чтобы по-хорошему вам тут не шумела короче она у меня стирается очень смотреть я не могу на эту ванную комнату вот такие вот дела друзья мои это коля купил герметик такой черный вчера замазывал щель была шириной с мизинец утром она была поменьше вечером не показалось она еще больше сейчас расскажу в чем дело новая труба новая труба которую коля будет ставить потому что больше ставить некому здравствуйте друзья вы на канале уютное чаепитие с вами я ирина резвая на джен мой канал называется живу на белом море обычно на джен видео выходит пораньше вот такое вот сегодня вступление вчера еще хотела ролик записать друзья меня поправлю немножечко камеру что-то она у меня как-то так вот вчера еще хотела ролик записать на весь вечер вот в таких вот заботах и я вам скажу честно даже на нервах в общем несколько дней назад я смотрю о бусинке под лотком важно но мы обычно ее лоток мы сейчас не делаем никакого наполнителя моего . она сходила и мы его тут же моем и ставим но не вытираешь и дно влажное всегда у нас пол включен вообще электрический пол всегда включен не замечали мы все начни не лезь ко мне влажные влажно да что это такое коля говорит суши где-то на может мимо ходит посмотрю у нее лоток лопнули нет 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 я его пробовала водой наливать ничего не выливается и уже где-то наверное да позавчера вечером я уже смотрю там вообще идет что-то но влажность какая-то но главный запах это нет ну да что это такое у нас в панели вот я вам сейчас показывала уже голую трубу в панели есть такое окошечко она открывается если например мало ли труба замерзает в чугунной трубе вы видели идет такое откручиваешь вот эти два болта да и там можно чистить посмотрела у меня вся труба это в какой-то испарение вся какая-то она у меня влажная ничего понять не могу а у нас еще пока темно мы ходили в него у нас лампочка лампочек для нас не оказалось но таких как у нас там и мы как-то забили думаю лето да пока редко бываем да и хрен с ним что там есть над ванной две лампочки все но тут я смотрю телефоном посвятила а у нас соседи сверху они грешили тем что то они постирали то они нас зальют а то у них мы въехали сюда унитаз был лопнувший они смывают и все это на нас и в общем один раз с ними по-хорошему говорили потом второй раз говорю делайте или что-то покупайте унитаз нам плевать что у вас денег нет ну типа денег нет пока потом как не поставим управляйку вызывали сначала пытаешься по-хорошему нет даже не пытаешься сначала просто разговариваешь по-хорошему но извини меня тебя заливают у нас там потолок нам не охота чтобы этот запах был это потом очень сложно все это вывести наверху потолок вроде а до потолка я добраться не могу а время уже первый час ночи у меня же вечно торкнет меня тогда когда не надо и я ночь не сплю я об этом думаю и вчера даже вот ролик не записывала потому что голова вот все время этим была забита но и не только этим сейчас все расскажу вам по порядку коля говорит и чё говорит тут такое открывала игру коль с утра тонн когда встала ну коль у нас по моему тут проблемы что-то у нас тут нет он ведь ну ладно время утра приеду разберусь пока короче его не было я такой человек я терпеть не могу я эту панель взяла отодвинула посмотрела труба сырая но полностью ее уже отодвинула коля потом позвонила во время мы все созваниваемся игру коль что-то там не то когда коле говорит что что-то не то в ванной комнате он прям меняется в лице у нас это ванная комната это самого начала он вечером приезжает включает этот фонарик налобный смотрит там такая трещина идет по всей трубе прям по всей трубе это говорит пока вот они еще ходят в туалет а но еще как-то знаете еще не ощутимо но когда сливает это все и там у них еще идет наверно машинка туда выведена вся вот эта сырость она уже к нам просачивается и все у меня вообще у меня после этого у меня меня сразу отключается нормальное восприятие жизни что это надо к этому как-то относиться легче нифига я легче к этому не отношусь друзья мои у меня все настроение никакого я могу все пережить но только не эту ванную комнату вот честно коля гречу делать надо трубу покупать все крит отрезать сейчас друзья мои чаем кофе выпив договариваться говорит соседам все там отрезать вверх вставлять эту трубу все надо все разбирать все полностью и у меня вы понимаете вот есть люди которые спокойно вот он как-то у меня поспокойнее а у меня сразу перед глазами глобальный ремонт который наверное не сделается куча проблем сразу на меня накатывается вот таких я сама их себе вырисовываете проблемы я-то это понимаю потом уже но первое восприятие такое чуть ли не до продажи квартиры а потом у меня включается голова что ну да конечно какая продажа квартиры если тебе прежде чем продать ее надо сделать а если ты сделаешь тоже и все коля говорит ладно я поехал он посвятил и там щель такая прям вот так вот лопнула вот это чугунка бузька я грачу лопнули потому что дом садится дом садится управляйка сказала что мы вообще здесь ни при чем капитальный ремонт у вас хрен знает когда будет где-то в тридцатом году это мы уже ходили говорили и они тут пришли какие-то подставили эти штучки ну пода на сваи там же садится подставили какие-то городки которые коля пришел а так слегка пнул они вылетели коля сам у меня менял здесь две сваи под стояком бузину не больно под стояком и еще одну где-то там а то вообще он уже падал все я вообще я говорю ладно ты поезжай за этой трубой он не объясняет объясняет что он ну как надо сделать эту трубу надо гритом отрезать ставить надо переходник это мне объясняет свое видение как бы сделал он докуда идет трещина сколько там запасом а у меня не воспринимает этому вообще не воспринимает мне надо все тем более у нас сосед сверху уже эту квартиру продал он там доживает дни ждет каких-то денег я говорю поезжая буду соседом разговаривать потому что иначе буду встречаться с новым жильцом надо что-то делать потому что одним нам это не сделать прежде чем это делать нужно соседа известить надо там все перекрывать чтобы они не дай бог не смыли все это конечно делается быстро отрезается и ставится это не на полдня работы а я ночью то когда все это дело обнаружила я слышу они у нас долго не спят я вам уже про него рассказывала по этого соседа они ходят 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 ну слышишь что он мало ли там человек может просто в туалет ночью сходить да я слышу что там даже зашла в ванную сюда там какой-то разговор может по телефону мужичу я написала смс-ку срочно проверьте может быть вас что-то там сверху льется гряга у нас все сыра в туалете он посмотрел будет у меня все сухо я бы хорошо завтра коля опишу коля разберет и завтра созвонимся но откуда у меня поехал за трубой я ему звоню не отвечает звоню не отвечает потому что мне уже все я уже представляю как они сверху все это сливают и все это льется на нас потом он не я пошла постучалась нет тоже никого думала ли может дома может телефон не слышит перезвонил так и так говорю давайте говорю встретимся проблема говорю выяснена грею с работы вы где он на работе еще пока скоро буду я говорю давайте заходите к нам вот он такой ну какой то вот он ну я не знаю когда трезвый такой спокойный я его пьяным то общем то не видела но так как он сейчас живет один без жены я вам рассказывал что частенько там и компании бывали в общем а так то с не можно пообщаться так нормальный мужик то пришел я ему показываю он так смотрит на меня будет я вот видите были что делается и чего улыбается вот это вот его и чего вот я не знаю я конечно люди тоже все разные люди по-разному реагируют но вот это и чего с улыбкой у меня все у меня взрыв мозга сразу начинается я говорю что в . кино и чего надо говорю делать так звоните в управляйку как у меня коля вообще-то регит attitude это его труба говорит выведено сверху его труба мы должны это решать вместе мы гореть даже скидываться это эти должны говорить на эту трубу потому что как бы стояк его но это мы не будем говорить чего не его мне вообще пофиг мне лишь бы сделать звоните в управляйку я Я говорю, знаете, говорю, ну, я его с ним по имени, а я с ним даже на ты. Я говорю, ты знаешь, управляй-ка, скажет, то, что у нас внутри дома, это ваши проблемы. Это ваши проблемы. Они даже трубы, дымоходы и то на нас хотели, хотя они за это отвечают. Я говорю, ждать, пока сделает управляй-ка, это бесполезно, отвлекусь. Помните, я вам говорила про козьбу травы? Это ещё я как-то добилась, да, потому что звонила туда, вот в наш округ, в мэрию. А то, что у нас цоколь, там разобрали, стоит дыра, его до сих пор сделать не могут. До сих пор не могут прийти и сделать. Заявка была два месяца назад сделана. И что делать? Я говорю, ничего. Я говорю, надо делать ремонт. А так, как, говорю, у вас труба идёт от вас, надо, говорю, у вас там всё разбирать. Новый хозяин придёт, и тогда он сказал, будет делать ремонт. Вы что, нормальные, нет? Я говорю, вы вообще, вот вы сейчас, говорю, вы что говорите? Вы будете ходить в туалет, сливать. У нас будет эта труба ломаная. А вы будете ждать нового хозяина. А новый хозяин придёт, скажет, ёперный театр, а что же вы с прежним-то хозяином не сделали? Я говорю, знаешь, я этого всё-таки нового хозяина квартиру увижу. И я ему скажу, что туалета здесь нет. А у меня резвый, он вообще, он говорит, я вообще, если он будет, ерепенец, просто срежу, заткну и всё. Понимаете, эмоции, они всё равно зашкаливают в этот момент, когда тебя не понимают. Я говорю, давай нормально. Друзья мои, повторяю сейчас, да, что я с ним не разговаривала, так как сейчас вам всё это рассказываю. Я пыталась быть спокойной. Хотя вот он стоял, просто улыбался и смотрел. Я говорю, надо что-то решить. Я говорю, Коля поехал за трубой. Я говорю, либо придётся от вас этот потолок разбирать. Я говорю, мы будем пол всё это разбирать, чтобы трубу ставить. Я говорю, ну, потому что мы не видим эта трещина, докуда. Я вам показала, она докуда идёт, да. Но она может быть и выше. Но он потом уже видит, что я не хочу ждать его, этого хозяина нового. Тем более я сказала, что я его ещё увижу. И я специально его буду караулить и говорить, что вы покупаете, давайте сначала делайте. Я говорю, просто, говорю, не позволю вам туда этот в туалет ходить, я меры приму. Говорю, в управляйку я уже позвонила. Наверное, ворола, правда, ему. И тогда он стал подходить к делу серьёзно. И тогда он говорит. Ладно, говорит, можно сделать вот так. Что, говорит, вот это вот всё отрежем. Трубу вы поставите. Там посмотрите, да какой. Ну, как у меня и Коля, говорит, докуда идёт трещина. Конечно, по-хорошему всё это заменить. Это всё ненадёжно. Ну, хотя бы на первое время трубу поставите. Говорит, будете вы там пол разбирать. Говорит, я не знаю, а у нас ещё полы там электрические. На всё там надо будет, всё вот эту вот, всю нишу эту разбирать. Говорит, хотя бы так, говорит, первое время сделайте. Потом, говорит, с новым хозяином. Я потом Коле перезваниваю. Я ему сказала, я говорю, вы сейчас дома? Дома, ребёнка он привёз дома. Я говорю, ну, первое время у вас, говорит, там идёт одна вот эта канализационная труба. Есть ещё другая. Пожалуйста, пока не сливайте сюда. Ладно, не буду. Ушёл. А всё же разобрано. И, наверное, где-то минут через пятнадцать это бабах оттуда воды. Это всё, это через трубу, смотрю, вода чистая. Но, видимо, всё равно кто-то, может быть, в туалет сходили. У меня всё, у меня вообще, я, ну, прямо до слёз, ну, ёперный же театр. Я Коля, говорю, Коля, говорю, как у тебя дела? Он говорит, трубу, говорит, я купил, а вот этого переходника, который идёт с чугунки на пластик, говорит, его нет. Труба-то там, как бы внизу-то сделана у него там манжета, да? Гусяш, иди, иди, всё. А, говорит, нигде нет, в Леруа, нет, в Меге, нет, в Муравье, нет. Какой-то там магазин по сантехнике закрыт. Нормально магазины в городе, да? Сейчас я, друзья, отключу, у меня тут, а, нет, не будет. У меня уже всё. Всё, фильтры плохие надо менять, уже бачок не накапливает. Я позвонила, Коля, говорит, я, говорит, купил этот герметик, говорит, первое, ну, первым делом, говорит, я замажу герметиком. И надо делать срочно. Я позвонила, говорю, вы, я же, говорю, вас попросила, пока, ну, не сливайте, он, говорит, не доглядел, ребёнок смыл. Ой, Коля приезжает, говорит, ну, приезжает, трубу эту привозит, герметик такой привёз, там, такой состав-то хороший, он, говорит, сейчас пока хоть заделаю, чтобы, ты, говорит, договорилась с соседом, ну, он же не будет тоже всё сам, я тоже ему помогаю договариваться, и всё. Говорит, договорилась, я говорю, ну, о чём говорю, я договорюсь, надо этот переходник, вот хорошо, на Озоне, кстати, нет, на Валберис заказала, должен прийти. Вот, позвонила соседу, говорю, так и так, говорю, надо договориться о времени, чтобы в это время вы не сливали, ничего не делали, что отрезать же всё будем. Ну, ладно, я говорю, я же вас попросила, говорю, не сливайте, и, говорю, сейчас, хотя бы часа два, он говорит, ладно, я сейчас, говорит, уеду, видела, ладно бы, он бы один был бы слив, там ещё один есть. И если, например, там, ну, сходить даже по маленькой нужде, ну, хотя бы, ну, вылейте в раковину, хотя бы, чтобы в другое место всё это сливалось, машинку пока там, да, не включайте руки, там, ну, руки моют, там другой слив идёт. Странно как-то сделано всё. В общем, Коля замазывал, всё это тщательно замазал, соседа не было, я говорю, потом, когда, говорю, часа два, ну, Коля, говорит, скажи, что часа два, часа два это постоит, я говорю, потом, говорю, когда пойдёте смывать, ну, позвоните нам, мы хоть посмотрим, сочится чего или нет, он говорит, меня не будет, часа два не будет, а потом позвоню. Ну, так и не позвонил, я шаги слышала, смывал, он однозначно смывал, но труба сухая. Видимо, на какое-то время этот герметик нас спасёт, пока вот ждём вот этот переходник. Ну, вот что я за это время, я что это пережила, это вот, ну, честно, вы знаете меня, я такая вроде как спокойная, но у меня тоже бывают эмоции зашкаливают, тем более этот туалет. Нам с самого начала здесь не повезло, вот в этой ванной комнате. Мы с чем столкнулись, это ванная комната. Мы когда сюда приехали, там стояла такая дорогая, вот я рассказывала, наверное, в ролике, дорогая очень душевая кабина. Не угловая там, а у них была здесь, богатые люди жили. На всю эту стену, дорогущая такая, со всякими там, одна из первых, наверное, он говорит, мы её покупали за 100 тысяч. Это сколько лет назад, представляете, вот они делали. У них вообще здесь, мне сказали, была мини-сауна сначала. Мини-сауна. Приходила, я работала в водоканале с мужчиной, он говорит, я у вас в этой квартире был. Вроде так места мало, а у него, говорит, было сделано загорожено, мини-сауна, можно было там даже попариться. А потом, где они там, может потом душем они мылись. Я не представляю, как можно сделать мини-сауну в таком маленьком месте. Но потом они купили вот эту огромную душевую кабину. Она была, значит, даже дно было не просто как поддон, была как ванная, но не такая большая. Тоненькая, правда, она очень тоненькая. Но вообще, и, а за душевой кабиной шли вот эти все трубы, вся эта разводка за панелями, там же ещё были панели. И вот вся эта разводка труб, которая шла на кухню, всё это было спрятано, гипсокартон, всё было сделано не единой трубой. Это Коля, он меня сейчас вывел, всё это поверху сделал. И вот мы, значит, когда покупали, она показывает, вот водонагреватель, он работает. Вот этот водонагреватель, я про него вам сколько раз говорила, многострадальный. Наконец-то мы его заменили. Глаз чешется левый. Радоваться или нет? Вроде как радоваться левый, глаз бабушка говорила. Ну, вода была, значит, тёплая, мы ни к чему. Говорит, а что, говорит, она слегка, мы когда покупали, она, говорит, слегка нагрелась, мы же выключаем. Ну, мы поверили, слегка и слегка. Мы потом, значит, в этот водонагреватель включили, когда въехали, вещи перевезли. А там же такая функция водонагревателя. Воду забираешь, она тут же воду закачивает, чтобы ему пустым не быть. Ни к чему, он не греет и не греет, не успевает её нагреть и не успевает, ничего не знаем. Вода уже потом с водонагревателя идёт холодная. Что такое случилось? Я тогда как раз работала у себя в организации, у нас такой был молодой человек, он и электрик, и сантехник, ну, такой, всё, он всё это дело умел. Я к нему, я говорю, так и так, он пришёл, проверил водонагреватель нормальный, говорит, где-то у вас есть свич, где-то свич надо искать. И он посмотрел трубы, пришлось всё разбирать. Я звоню хозяевам прежним, они, ну, вы же купили, вот, значит, всё, теперь не наши проблемы. Мы потом этот свич нашли, потому что он эту кабину отодвигал, мне, говорит, надо все трубы там, всё разбирал, и идёт свич в трубе. Конечно, вода-то не накапливается, водонагреватель, это мы ещё и водонагреватель могли бы сжечь, он не отключался без воды, представляете? Холодная вода кое-как шла, а свич-то он всё больше и больше, всё больше и больше из трубы. И вот я звоню, я говорю, так и так, это вообще нечестно, это не делается, я говорю, я сейчас буду звонить риэлтору своему, потому что это голимый обман, вы мне так и так сказали. Я говорю, ремонт был очень дорогой, ремонт был, 12 тысяч у нас был ремонт, вот этого всего. Ну, потому что молодой человек всё это раздевался, эту душевую кабину её было не убрать, он её отодвигал, залазил туда, всё это переделывал, всё подсоединял. В общем, дел было полно, а мы в это время были с холодной водой, вот только с холодной, водонагревателя нет, помыться хочется, жарища такая была, это ужас. Так мы, помню, в какой-то выходной день даже ездили на озеро отдыхать, чтобы там накупаться, и невозможно дома даже было не ополоснуться, и негде. Катя с нами тогда жила, сколько уж лет назад-то было, Кирюшка ещё маленький был. Вот так вот, в общем, сделали, но они нам половину денег отдали, потому что он, вот хозяйка квартиры, она позвонила отцу, отец у неё был такой, короче, нормальный мужик оказался, он ей сказал, говорит, что давай пополам, потому что они уже и купили, не досмотрели, а мы не могли этого досмотреть, да, мы им поверили на слово. Говорит, давай хоть пополам, вот, ну, по крайней мере, она мне так объяснила, она утром тут приехала, помню, мне деньги отдала. В общем, со свящем мы разделались, но потом эта душевая кабина нам мозги клепала-клепала, мы её всё-таки вынесли и просто её в дар отдали, потому что я приходилось всё разбирать. И вот поставили в ванную, Коля же делал полностью ремонт, полы разбирал, чёрные полы делал, всё-всё-всё переделывал. Сейчас вот эта труба. Вот сейчас пока ждём вот этот переходник, понеси его лиший, и будет Коля делать. Он, конечно, тоже, я вижу, что он психует, потому что вот каждый раз вот такие поломки, они оказываются, да любые поломки оказываются, не вовремя, любые. Просто вообще сейчас не до этого. Друзья мои, пожалуйста, вот посмотрите, кто ролик, кто разбирается в триммерах. Какие сейчас самые лучшие триммеры? Раньше был штиль, по-моему, сейчас их нет, говорят, сняли с производства. Где-то заказывать я боюсь, потому что как-то, мне кажется, в магазинах надёжнее. Коля вчера, говорит, я пока, говорит, искал трубу, заодно посмотрел, вот проходил, всё равно там мимо магазинах, да, и посмотрел, говорит, триммеры. Какой такой, 6 тысяч, какой-то 8, какой-то 20, вот какой хороший. Ладно там, ну, цена, ну, я говорю, с пенсии надо покупать, пенсия пришла. Какой хоть, чтобы прослужил-то, потому что Китай Китаю тоже вроде как рознь. Ой, ну вообще. Ну вот сейчас она сухая, я сейчас посмотрела, ходила, сейчас в ванную там шоркала, да. Сейчас эти панели надо будет отмывать, потому что это же грязь, это запах. Коля там всё вчера внизу, утеплитель всё это убирал, всё это мы выносили тряпками, всё это замывали. Ой, как это всё, блин, неприятно, это ужас какой-то. Делюсь с вами. Да, может кто-то напишет, что вот ты подняла бучу. Нет. Я думаю, что редко люди, такие люди есть, которые очень спокойно отнеслись к этому. Ага, потолок проломили, ну ничего страшного, можно сделать. Или там, ага, водонагреватель сломался, ой, да ладно, какая фигня, можно сделать. Я так не могу. У меня всё равно есть эмоции. Я понимаю, что я живу с мужчиной, который решит всё, сделает всё. Я, наверное, ему тоже в этом помогаю. Посмотрите кофе, из какой чашечки я пью. Эти чашки, шесть штучек, подарила Катя её свекровь. Когда они переезжали со своей квартиры, с малогабаритки, они всю посуду, всё перевезли к нам. Они всё перевезли, потому что видели, какая была, какую они раздолбанную квартиру купили. То есть все вещи-то были все у нас. А посуду, конечно же, чашечки, всё это я поставила там в комнату, в этот свой мини-сервантик старенький. И когда Катя стала переезжать, она очень много посуды, такой вот, который где-то какие-то стаканы, там ещё что-то, она оставила. У нас, говорит, мама, мне ставить некуда на кухне. Говорит, у меня мало шкафов, и она не любит вот этого всего накопления. Ну, в принципе, все не любят, да, хочется только нужные вещи. Мне, говорит, хотелось бы забрать этот сервизик, там вот такие-то чашечки, ещё что-то. Но у меня, говорит, один этот единственный шкаф в комнате стоит. Второй, они у нас его и забрали в малогабаритку, и туда он и переехал. Пусть стоят у тебя. Когда Илюха приезжал в отпуск, мы там собирались и компании. И я рассказывала, говорю, чашечки, говорю, такие чашечки красивые. Мне, говорит, так они нравятся. Они, говорю, у меня, говорю, это вы Кате подарили. Она говорит, что за чашки-то? Я говорю, ну, вот такие вот конусом-то. Она говорит, да ты что из них не пьёшь-то, вот свать эта моя? Я говорю, я боюсь, говорю, ну, как-то неудобно. Не то, что я боюсь, говорю, мне неудобно, это же не моё. Как я могу пить, Катя? Говорит, а что такого-то, говорит, что они у тебя стоять, что ли, будут? Вот, я, говорит, пока я их забирать не буду, там ещё какие-то чашки стоят. Мне, говорит, их ставить просто некуда. Вот. А мне Галина Александровна, говорит, конечно, говорит, пей. Говорит, куда их хранить-то? Я говорю, вы не обидитесь на Катю, что они у меня? Говорит, нет, не обижусь, ты что? И вот я сегодня пью кофе из такой чашечки. Наконец-то я до них добралась. Сервантики стоят так скромно. Дай-ка я попью себе, хоть настроение подыму. Сейчас буду резать бедро курицы, бескостное, замариную. Времени 25 минут 10 я ещё ничего не сделала. Но я, правда, в ванной комнате всё намыла, прибрала, зачистила. А я вчера ещё там под ванной всё мыла. Машинку, вчера загрузила машинку стиральную. Она обычно у меня на кухне вообще скакала, как сумасшедшая. Мы её поставили в ванную комнату. Всё нормально было. Хоть плед постирай, хоть одеяло постирай, хоть что, ничего. И вчера ещё она заскакала. Не знаю, она, наверное, тоже в шоке от этой трубы. Я прихожу, у меня машинка-то ускакала на серёдку в ванной комнаты. Ну, а раз она сдвинулась с места и прилично, я посмотрела под машинку, уже пыль. Вот откуда в ванной комнате пыль? Всё моется, убирается. Откуда там пыль? Ну, ладно, там бельё в машинку загружаешь. Давай там мыть. Раз я намыла под машинку, значит, под машинку, значит, я залезла в ванную, туда под низ. Я ещё там намыла, да там намыла, да сам намыла, да в голове ещё. Я ещё не знала, что у нас трещина такая. Думаю, да ещё всё намою. Вечером всё заново перемывала. Коля машинку установила, ничего вроде как не скачет. Раньше до того доскакала, хоть что тут поставь. Пол-то деревянный, там-то нормально. Хоть что под неё подложи. А всё равно ещё, видите, у нас укос такой идёт у дома. У нас все квартиры продают. Соседка квартиру продаёт, но уже, правда, давно. Вот сосед продаёт. А там наверху коммунальная, там трёхкомнатная, как наша. И вот ещё комнатка одна, вот как вот у нас с Колей дальняя. Там, говорит, сосед даже не появляется. Говорит, сначала отказывался продавать, а сейчас что-то, говорит, и не вижу его. И на звонки не отвечает. Ну, в общем, комната за ним. Сейчас будет новый хозяин. Какой, не знаю. Говорят, мужчина какой-то. Блин. Скорей бы сделать, чтобы я уже видела, что там стоит новая труба. И то, Коля, говорит, я, говорит, сделаю так, что проверю тщательно, есть ли там трещина, естественно, ещё чем-то, говорит, надо будет замазать. И, говорит, сделать до вот этого перехода. Сделаем. Он вчера смотрел, там вроде как трещин нету внизу. Говорит, не буду я пол разбирать сейчас, не буду. Если, говорит, совсем уж увижу, что действительно там какая-то может течь. Но у нас уже внизу она лопнуть не должна. Если будет стоять пластик, то лопнуть не должна. Представляете, чугуняка лопнула из-за того, что дом ходит. Вообще. Вообще бросили на произвол судьбы деревянные дома. Вот ты хоть куда ходи. Люди ходили тут. Вот будете мне писать, что ходи, добивайся. Да бесполезно добиваться. Капремонт ещё пока не дошёл. Кто его придумал, этот грёбаный капремонт? На наш дом ещё не идёт ни копейки. Ваш дом весь в долгах. Ну какие там в долгах? Я не знаю у кого какие долги. Ну бывает там люди не заплатят отопление дорогущее. Пять тысяч отопления вот в моей квартире. И счётчик это не поставить. Хоть индивидуально, блин, делай. Отказывайся от батареи. Ставь вот эти вот, или счётчик в доме, или как-то. Надо этим тоже заниматься. Я ничего в этом не понимаю. Да и неохота сейчас пока не до этого. Если эту квартиру продавать, покупать двушку в каменном доме, так это ещё сколько надо доплачивать? Нам ещё здесь на миллион доплачивать. Выплатить надо. Ну ладно, это всё, как говорится, это всё ерунда. Надо мне, вон, курицей сейчас заняться. Приготовить надо сразу мне на два дня. На сегодня вечером буду делать мясную зажарку, потому что в пятницу я на дачу не еду. Я поеду на дачу в воскресенье. У меня будут тут дела. Да и остановиться там мне на ночь негде. Но я приеду, покажу, что там делаю. Целый день в воскресенье я на даче проведу. Я с утра уже картошечки сварила. У меня ещё остался, представьте, ещё гуляш стоял в холодильнике. Вот Коля сделала картошку. Вчера вечером я сварила морс. Он даже ещё, он огромная кастрюля, он тёплый. Так, а я сейчас хочу замариновать курицу в своём любимом соусе. Сначала, конечно, я намою её, нарежу, намою. Ой, вот как хорошо, когда просто спокойненько живёшь. Ничего у тебя не ломается. Ничего не делается. Вчера с Полей обсуждаем. Надо говорить, окна эти я в машине отвезу. А говорит, трапецию. Говорит, не знаю, как повезём. Трапецию, мне даже уазик не забросить. Говорит, надо смотреть, что ещё по материалам закупать на дачу. И заказывать газель, чтобы не впустую. Газель, я вам говорила, да, сколько обходится. Это ужас. И мы решили, знаете, что сделать? Посмотреть багажники к уазику. Продаются и багажники. Вот на этот багажник, на уазик, можно и какую-то доску короткую, и, может быть, что-то к забору, какие-то трубы. К уазику багажник нужен. Коля вчера смотрел, смотрел. Не знаю, что высмотрела. Я говорю, Коля, это уже твоё. Короче, уазик смотрит, смотрит, смотрит. Потом говорит, какой этот хан, как он сказал. Смотри, говорит, какой Ниссан Патрол, что ли, продаётся. Я говорю, ты вроде как багажники смотрел. Какой, говорю, тебе тут. А у него глазки горят. Такой, знаете, внедорожник такой красивый. Я говорю, нам, дружочек, говорю, не до этого. Давай, говорю, сначала. Ну, естественно, никто не собирается там, никто и не говорит, что покупать. Но у мужчин, ну, у них так, да. Да и у женщин. Глазки начинают гореть на эти машинки. Хотя у нас такая дорога. Сейчас на дачу, если раньше мы с одной переправы ездили и основной путь мы делали с моего Оксанского шоссе, то теперь мы едем до 14-го, а с 14-го, дуг, 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 вот до той переправы, где идёт своротка на нашей даче. Ой, теперь только на вазике можно проехать. Потому что на хорошей машине, там просто хорошую машину убьёшь, пока вот едешь от посёлка до посёлка, машину нужно просто убить потом уже на дачу идет нормальная дорога такая ну как ее отсыпают градируют там нормально ну то что убрали конечно переправу с 23 это это вообще не дело но мы пока строимся друзьям и это мы пока строимся поэтому мы ездим на машине когда уже не надо будет что-то какой-то материал возить дату мы будем ездить уже до той прежней переправы оставлять на платной стоянке там 100 рублей по моему всего 100 рублей что ли сутки будем оставлять машину там на лодочке и уже на волге до дачи там-то дороги нормальные а сейчас вот пока нет возможности там эти воды можно набрать и все не знаю курочку сколько мне мариновать потому что мужчинам еще с собой дам побольше сейчас сделаю мне надо еще орешки заготовки печь у меня скоро заказ на заготовок на печь ближе уже в делу скоро уж 1 сентября друзьям сколько времени как время быстро бежит божечки мои так хочу у меня тут на противень то на большой противень сделаю я знаете что сделал я щас ее всю замариную потому что у меня на поджарку там мало мы же тоже видите скирюха и мужикам тоже на побольше они тоже едят ты говорю они как эти едят их не накормишь там мы много не будем есть особенно миша куда ты столько накладываешь потом работать невозможно все равно мне главное чтобы спокойно было что они там едят потому что все равно одни банки не будешь а тут сейчас прохладненько можно увести уже и в контейнере еду сейчас уже такой жаре не будет дальше будет вообще тепло или нет сегодня солнышко а я же говорила до 5 дней до где-то наверное наверное я приду иду книгу третьего я на море растечет все ухлите вот пойду посижу стимулей вчера звонила я насти спрашивала как сами разговаривать со мной особо не хотят надо хоть денежку дать что же они купили-то ночью канцелярию и одежду надо будет покупать поэтому хочу позвонить предложить не должна отказаться так ну ладно друзья мои сейчас я что сделаю у меня мясо течет я буду делать маринад друзья мои я делаю вот такое сейчас покажу все очень просто вкусно здесь идет приправа так как у меня очень много мяса я буду делать приправы побольше так чеснок мне чеснок все время заканчивается маленькой емкости надо бы мне знаете чего побольше наверное его взять емкость побольше купить что-то не отрезать надо чем-то нет этой тюпочки которая сбоку так чесночка не жалею делаю сухой чеснок не жалею может быть вас шокирует сколько я кладу еще на соль попробую но я не солю это соевый соус его тоже побольше лучше курица много ручки естественно чистые ой соус ты какой холодный с холодильника и вот так вот беру будет мало добавлю делаю много потому что мне еще надо дать мужчинам с собой вот так вот испытается сейчас я это все дело уберу в холодильник потом через часик снова все перемешаю все это у меня капитально замаринуется вкус потрясающе будет она будет такая темненькая вот это филе нету кожицы но все равно будет знаете как вот то чтобы поджаристое можно еще конечно мед добавить не буду я мед добавлять куда побежала камера потому что и так будет красиво и вкусно так то все друзья мы увидимся в следующем ролике и я вам расскажу о что и кое-что и кое про кого так все до встречи и кое-что и кое-что и кое-что